Суперкниги 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 Лада, не спи. Возьми свою шоколадку. Дима, слушай, а сколько я должна тебе за доставку? Ты чего? Шоколаду объелась? Мы же друзья. Да ты не обижайся. Просто я получила неожиданное сообщение от наших разведчиков. И теперь не знаю, как быть. А что там? Смотри и слушай. Значит так, спасатели, особый случай. Такого вы еще не видели. В этом классе учится девочка Юлечка. В дружбе у нее свой подход. Дружить только с теми, кто ей полезен. Вот посмотрите. У Иры всегда вкусненькое имеется, чтобы скушать. А Женя отличница. Поэтому уроки можно дома не готовить. Можно просто списать. И с Олей дружба складывается неплохо. Всегда можно модную игрушку выпросить. Ну, а вот Катя ей ни к чему. Ничем она не выгодна. Похоже, Юлечка открыла новый вид дружбы. Бизнес-дружба. Вот только я что-то запуталась. Разве можно купить дружбу, как кусок колбасы? Не понимаю. Ну, что скажешь? Что тут говорить? Это же девчонки. Вот у нас, мальчишек, таких проблем не бывает. Мужская дружба самая настоящая. Ага. То есть у вас проблем нет. Ну, что ж, проверим. Давно я в архиве клуба Суперкниги не копалась. А что ты хочешь в архиве накопать? Твое темное прошлое. Ага. Вот и оно. Твое темное прошлое. Как хорошо, что мы друзья. Мы же друзья. А? Мы же друзья. А? Ага. Так это как добыло. Я с тех пор, знаешь, как поумнел. А вообще-то ты права, Лада. Если бы не золотое правило Суперкниги, я бы никогда не научился дружить по-настоящему. А может, совет Суперкниги поможет и Юлечке? Конечно, поможет! Бежим к Робику! Привет, Дэн, а Робик где? На спецзадании. Я сейчас за него. А вы чего хотели? Нам нужен совет Суперкниги. Поможешь? Для друзей. Все, что угодно. Суперкнига, рада послужить вам. Введите ключевое слово. Мы хотим знать главное правило дружбы. Ключевое слово принято. Получите ответ. Это правило звучит так. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Так сказал Господь Иисус Христос. И Он сам лучший пример того, как исполнять это правило. Маша? Маша? Что случилось? Тебя кто-то обидел? Ага. Лиза моя лучшая подруга. Я ее позвала в кино. А она пошла не со мной, а с Олей с пятого подъезда. О! А почему? Потому что у Оли есть модная куртка, новый плеер, крутые ролики. О! Это Лиза променяла тебя на ролики? Странная у вас мирила дружба. Мне кажется, Маша, что Лиза только притворялась твоей лучшей подругой. Мария, утреноси, скорее открой книгу. Я расскажу тебе одну историю. У Иисуса Христа были добрые друзья. Лазарь и две его сестры, Марфа и Мария. Иисус очень любил бывать у них в доме в селении Вифания. И вот однажды случилась настоящая беда. Бедный Лазарь серьезно заболел. А Иисус, как нарочно, был в другом городе. Сестры Лазаря послали к Иисусу предупредить, что брат болен. Они верили, что Иисус может брата исцелить. Вот здорово! Ого! Еще как здорово! Лазарю повезло, что у него оказался такой верный друг, как Иисус. И сейчас ты поймешь, почему. Когда, наконец, Иисус пришел в Вифанию, его встретила Марфа. Стала плакать, причитать. О, Господи! Если бы ты был здесь, то мой брат не умер бы. Умер? Да, да, Машенька. Лазарь умер. Это печальная история. Но слушай дальше. Иисус, как верный друг, утешил Марфу. Не бойся, только верь, и будет твой брат жив. Следом за Марфой прибежала вторая сестра. Мария тоже стала плакать. И для нее нашлось у Иисуса доброе слово. Как видишь, Машенька, добрый друг не бросает друзей в беде. Он рядом, даже когда кажется, что нет надежды. Но чем же он может помочь? Ведь уже слишком поздно. Именно так и думали все, кто собрался возле гроба Лазаря. Но Иисус оставался верным своему слову и своему другу. Он громко позвал Лазаря. Лазарь, выходи! И... Лазарь вышел? Живой? Представь себе! Да! Это чудо, Маша! А вот если бы Иисус делал чудеса только за деньги? Или, например, за ролики? Чуда бы не было. Это точно! Иисус Христос добрый и верный друг для всех людей. Если ты, Маша, будешь брать с него пример, то у тебя появится настоящий друг верный, который не променяет тебя на модные безделушки. Итак, дорогой друг, запомни золотое правило дружбы. Если хочешь иметь верного друга, сам будь верным. Если хочешь, чтобы друг с тобой делился, сам будь щедрым. Если хочешь, чтобы друг тебя прощал, сам будь милостивым. Так поступал Иисус. А Он самый лучший друг всем людям на земле. Слушай, я придумал. Надо срочно познакомить Юлю с правилами суперкниги. Пока не поздно. Что ты имеешь в виду? А то, что однажды Юля посмотрит вокруг, а друзей в нее нет. Ты прав. Поспешим. Спасатели за дело. Кого же пригласить на день рождения? Ну, Диану обязательно. Подарок хороший и обеспечен. Женю. Эту надо. Скоро контрольная, и Женька поможет мне ее написать. Иру приглашу тоже. Она петь не умеет. На ее фоне я буду звездой караоке. А Катю... Ну, обойдемся без нее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Берите пример с Иисуса! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо тебе за помощь! До новых встреч! Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!